Новохронологическая тема, она архиважная. Ты же новой хронологией увлекаешься там. А, да ты сторонник Фоменко и Носовского. Это люди, которые ухитрились за последние годы замкнуть практически все представления людей о новой хронологии на себя. Фоменко и Носовский, они всего лишь последователи. Они не изобрели ничего нового в разоблачении официальной исторической науки. Именно с их подачи это приобрело массовый характер. Ну разоблачили, показали, ну правильно, ну молодцы. Но нет, вот тут шайтан включился, ну может быть не совсем рогатый шайтан, но по крайней мере те люди, которые того же Фоменко, видимо, поддержали и двинули. И не знаю, насколько он хотел это сам, но возможно, что он был вынужден, возможно, и хотел. Все-таки они предложили альтернативную хронологию. И вот это была ошибка, потому что ее они делали под конкретный заказ. То есть они стали такими же. Ассаламу алейкум, ва рахмату, ва ракетту, во имя Аллаха, милостиво, милосердного. Сегодня хотелось поговорить о новой хронологии. Давно уже стал общим местом, в случае любого углубления в историю, бросить человеку в лицо, сказать, да ты же новой хронологией увлекаешься, а, да ты сторонник Фоменко и Носовского. И это, видимо, считается уже окончательным аргументом, после чего уже разговаривать с человеком бесполезно. Ну, типа, сказать, как ты можешь разговаривать о вкусе еды, когда ты лысый? Да. Ну, ты чего может сказать лысый человек про фрикадельки? Ничего. То же самое примерно с Фоменко и Носовским, и вообще с новой хронологией как таковыми. Причём надо отдать должное господам Фоменко с Носовскому, это люди, которые ухитрились за последние годы замкнуть практически все представления людей о новой хронологии на себя. Вот такое ощущение, что кроме них никто и никогда новой хронологией не занимался. Хотя это не так уже, но, друзья, Фоменко и Носовский – они всего лишь последователи, они не изобрели ничего нового в разоблачении официальной исторической науки. Другое дело, что они выдвинули ряд, скажем так, интересных гипотез взамен разоблачённых конструкций. Это другое дело. А вот изначально сам подход к новому видению исторической хронологии – это не их изобретение. Ну, вот так, навскидку. Просто Один Морозов чего стоит. Был такой очень широко известный в узких кругах товарищ, который, в принципе, всё это уже написал задолго до академика Фоменко. Так вот, в чём смысл-то у всех этих товарищей новохронологов? Их ведь очень много. И Фоменко с Носовским, опять-таки, надо отдать им должное. Они сумели собрать целую команду увлечённых людей, которые под их флагом, под их рекомендацией проводят исследования, находят какие-то там бреши в официальной истории, а разблачают, вводят новое видение происходящих событий и так далее, и так далее. Просто элементарнейшая вещь. А были такие древние греки? Нам говорят, что они были. И у них было достаточно сильно развито воинское искусство. Спартанцы – это же до сих пор все знают, 300 спартанцев, афиняне, знаменитая греческая фаланга, которой они могли разбить всяких варваров, марафонская битва и так далее. Огромное количество исторических сведений, в том числе искусстве кораблевождения. Битва при Соломине, когда греческий флот разбил персидский флот. Между делом, это полное повторение битвы адмирала Нельсона с эскадрой Наполеона, трафальгардское сражение. Но это уже другое. И вот у греков были корабли, в том числе Беремы, Триремы и так далее. В чем смысл Беремы? Галера – это длинное такое судно, которое управляется в основном грибцами. То есть сидят на банках, это такие скамейки, какие-то рабы-грибцы. И вот под командование какого-то своего местного начальника, под барабанный бой, они сидят и с этими вёслами работают. Галера – очень вещь известная, но согласно официальной исторической науке у греков были еще не просто Галеры, но и Беремы. То есть это судно с двумя рядами вёсел, когда вёсла расположены по первому ряду, а над ними идут второй ряд вёсел. А были еще и Триремы, когда шел третий ряд вёсел. Я лично читал это в учебнике истории для пятого класса советской среднеобразовательной школы, я смотрел мультфильмы про Архимеда, я читал книги по стратегическому искусству для мальчиков, где были нарисованы все эти галеры Беремы и Триремы. Потом нашелся один умный человек, приверженный Сфомен Квеносовскому, который взял и просто банально нарисовал не художественную картинку, а чертёж, каким образом могла бы быть устроена эта самая Берема. Он даже не рассматривал Триремы, когда идёт первое весло и второе весло. Вы знаете, что у него получилось? У него получилось, чтобы вот это весло второго ряда доставало до воды и грибло, оно должно было быть более 50 метров длиной. Вы себе представляете, что такое 50-метровая дура из дерева сделанная? Мало того, что её сделать невозможно, как ей управлять-то? Как её двигать по воде-то? То есть одним простым чертёжиком человек опроверг всю многотомную историю греческого флота. Про это все молчат. Ну, стыдно диссертации, премии, квартиры, машины. Всё же это было получено за тотальную фальсификацию. Одного маленького факта было достаточно, чтобы всё это обрушить. И так во всём. И вот в этом, в том, что вот такие вещи находят люди и выносят на обозрение общественности колоссальная заслуга академика Фоменко и его верного Падавана Носовского. Именно с их подачи это приобрело массовый характер. То есть где-то кто-то что-то у себя на кухне там бывало. Но вот так, как сейчас, этого не было раньше. Безусловно, конечно, тут повлияло и наличие современных средств коммуникации, интернет и так далее. То есть понятно, что всё сменилось по сравнению с XIX веком. Но ещё раз говорю, что основной тренд задал академик Фоменко. За что ему честь и хвала, респект и уважуха? А теперь поговорим немножко о другом. За что его стоит поругать уважаемого господина Фоменко? За то, что он не остановился на этом. За то, что он, разоблачив историческую подделку и фальсификацию, которые нас пичкали много-много лет. Почитайте, кстати, Фоменко. Я вам это всем советую, потому что он действительно разбирает, каким образом делалась вот эта современная история. Как на ровном месте из пальца высасывались даты событий, когда сидел какой-то монах и просто вот так тасовал этот пассианс, пока он не сложится. Не потому, что это так было, а потому, что это было нужно ему. И это всё очень чётко и красиво написано. «Ну вот остановитесь на этом!» Ну, разоблачили, показали, ну, правильно, ну, молодцы! Но нет. Вот тут шайтан включился. Ну, может быть, не совсем рогатый шайтан, но, по крайней мере, те люди, которые того же Фоменко, видимо, поддержали и двинули. И не знаю, насколько он хотел это сам, но, возможно, что он был вынужден, возможно, и хотел, всё-таки они предложили альтернативную хронологию. И вот это была ошибка. Потому что её они делали под конкретный заказ. То есть они стали такими же. Ну, какая разница? Сидел там этот монах и по заказу какого-нибудь короля писал липовую историю Древней Греции, чтобы обосновать претензии этих самых французских королей, например, на историческую легитимность. Сделал, получил бабки, но обманул людей. Хорошо, пришёл Фоменко, разоблачил обманщика и подсунул свой обман. Жалко, досадно и обидно. Получил бабки. Получил бабки и успокоился. Печалька. На самом деле печалька. Поэтому, уважаемые друзья, вся эта новохронологическая тема – она архиважная. И если вам попадается какой-то источник по новой хронологии, не обязательно Фоменко с Носовским, но достаточно серьёзное исследование, я вам советую его читать. Обязательно. Потому, что это действительно интересно, это вправляет мозги, это ломает те стереотипы, которые вбиты в наши несчастные головы в детстве. Ну, ребята, ну не было этих спартанцев, которые бросали детей со скалы, не было этой афинской школы философии, Когда, я себе представляю, заходишь в Афины, а тут философы пачками. Знаешь, людей-то нет, одни философы. Ну, немножко подумать, как так, а жрали-то они что? За счёт чего этот мегаполис тогдашний существовал, эту орду бездельников кормил? Ну, не бывает такого. Ну, не бывает. Ну, подумайте. Ресурсы. Откуда пролезть? Чтобы что-то появилось, нужно в это что-то вложить ресурс. Материальный, нематериальный, но ресурс. Когда появилась философия? Когда кто-то вложил в это бабки. Арабы вложили же. Арабы. Арабы. Они самые арабы и вложили. А про философию отдельно поговорим. Но когда европейцы стали тянуть на себя одеяло, когда им понадобилось доказать, что они древний народ, вот тогда и была проведена масштабная фальсификация истории. И была придумана, написана и внедрена хронология. Но, ребята, это делалось несколько сотен лет огромным количеством людей, институты, монастыри, страны, монашеские ордена, Академии наук – все вместе занимались этим. И они делали современную историю. Они все это шлифовали, рисовали, где-то там подделывали источники, выдумывали, придумывали. Но в результате получилась более-менее стройная картинка с обоснованиями. И человек без правильного интеллектуального метода там теряется, и он действительно понимает – да-да, тут же действительно, на это есть это обоснование, на это это все приходит. Приходит Фоменко, у него нет таких ресурсов. И он делает откровенную глупость. Ребята, ну как можно заявить, что Османская империя – это была казацкая орда? на основании того, что, оказывается, Османы – это в европейской транскрипции «оттаманы» через «о» – «оттаманы», да? А «оттаманы» – это, оказывается, «аттаманы». А «аттаманы» – это ж казаки, ё-моё! Ну это же унижение самого господина Фоменко, в первую очередь. Ну как так? Зачем ему это было надо? Непонятно. Но, уважаемые друзья, вот дошли до этого момента в чтении какого-нибудь хронологического трактата, раз – страничку перелистнули. Отбросили то, что он пытался подсунуть, какие-то свои измышления отбросили, перешли к разоблачениям. О, снова читаем. Потому что новая хронология – вещь необходимая, но именно в плане разоблачения фальсификаций. Всё остальное не может быть выдумано, потому что человек просто-напросто становится таким же, а то ещё и хуже, потому что у тех-то всё-таки была за ними какая-то школа, какая-то структура. А эти ребята пустые, просто из головы выдумывают. У них нет возможности столько средств потратить на фальсификацию источников, например. Ну нету возможности. Поэтому идёт откровенная глупость «Османы, атаманы, атаманы». А уж если вы пытаетесь, как я, обосновать новое видение и предъявить его людям, не берите это из головы. Берите это из достоверных источников. Потому что они всё-таки есть. Какое-то количество их всё равно сохранилось. Потому что дьявол никогда не даёт стопроцентную ложь там, где её можно разоблачить. Он всегда даёт какое-то количество правды, разбавляя её лужью, и таким образом уводя людей в сторону. Потому что человек, он находит действительно этот кусочек правды, и он начинает верить. Ну как в исламе говорится, шайтан открывает девяносто девять дверей истины, чтобы в конце открыть одну дверь лжи. Вопрос, наверное, который зрители всё равно зададут. А сам-то ты кто? Новохронолог? Новохренолог. Я не занимаюсь новой хронологией по одной простой причине. От меня никто и никогда не слышал и не услышит даты. Я считаю, что хронология фальсифицирована. И что, скажем, история Европы гораздо короче. Но я никогда не скажу, насколько короче. Потому что я не знаю. Я знаю, что, судя по всему, да, приписали около тысячи лет в истории Европы. Все эти Карлы Великие и прочие, Франки, всё это фальсификация. Но сказать, когда он был, на самом деле это Карл Великий, нет. Поэтому я не новохронолог. Значит, ещё раз говорю, в любом совершенно объёме информации есть какое-то количество истины. Чтобы найти эту истину, нужно, во-первых, действительно перелопатить всю эту информацию. Во-вторых, иметь твёрдые критерии истины. Такое сито, через которое ты можешь просеять весь огромный объём информации, который на человека кидается, то это возможно сделать. А откуда берётся это сито? Оно берётся из правильного интеллектуального метода. Когда человек идёт от большого к малому. Когда ты видишь общую картину сверху, с горы. Да, ты не видишь непосредственно, какие там камушки лежат. Но ты видишь, что это каменистное плато. Ты видишь, что там река. Ты видишь, что у неё вот там начало, вот там конец. И даже если где-то облаком оно перекрыто, ты понимаешь, что да, она там течёт. Потому что вот здесь она зашла, а вот там она выходит. Всё-таки что есть сито, о котором ты говоришь? Правильный интеллектуальный метод. У всех он по-своему правильный? Нет. Как все говорят. Такого не бывает. Вот такого не бывает. Правильный метод он только один. И это исламский интеллектуальный метод. И пока мы о нём говорить не будем. Я говорю в каждом практически видео о исламском методе. Поэтому, уважаемые друзья, новая хронология – вещь полезная. Если изменить её название, если назвать её «разоблачение в фальсификаторах», это хорошо. Если назвать «новая фальсификация» вместо «старой», что есть на самом деле на сегодняшний день – это плохо. Поэтому смотрим, думаем, находим какие-то тонкие моменты, складываем пазлик. И, иншаллах, даст Бог, придём к правильному пониманию как истории, так и настоящего. Ну а исходя из этого – и будущего. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуллах.